Свой особенный день сочинский филиал РУДН отметил под открытым небом. Праздник дружбы объединил студентов, преподавателей и выпускников. Гостями же стали депутаты городского собрания, руководители различных общественных организаций, научные светила. Поздравить филиал в Олимпийской столице прибыл и проректор Российского университета дружбы народов. Все филиалы закрыл наш университет, все до одного. Сочинский институт никто закрывать не собирается. Он прекрасно проходит все проверки Министерства образования и науки. Это институт, это филиал, который уже самодостаточен, в котором мы открываем уже магистратуру. Немного времени пройдет, будет аспирантура. Но это все благодаря прекрасным людям, которые здесь работают. В первую очередь, конечно, нашей дорогой коллеге Надежде Ивановне Козловой. Надежда Козлова – бессменный руководитель сочинского института РУДН. Директор отмечает, все 19 лет институт гордится новыми достижениями, в том числе и успехами выпускников. Многие из них продолжили учебу в головном вузе в Москве и сегодня известны мировому научному сообществу. В этом году мы открываем новое направление в области журналистики, причем международной журналистики и международного права. Потому что именно кадровый состав, положение и почитание города Сочи в развитии России, и не только экономических показателей, но и в целом политической основы, дает нам на это право. В эти дни вузе проходит и 10-й юбилейный научно-образовательный форум. Студенты с разных континентов, в том числе из Иордании, Ирака, на площадке сочинского РУДН обсуждают геополитическую ситуацию в мире. В общем, педагогическом плане, конечно, задача – это все-таки воспитание патриотизма. Это наша миссия историков и политологов. На праздник сегодня пришли и участники Международного молодежного культурно-образовательного форума «Здравствуй, Сочи» на встречу 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В честь дня рождения вуза ребята устроили флешмоб. «Только улыбайся!»